так я готов хорошо значит ты уже пишешь да так тебе все видно надпись на футболке видно где все где все нормально все на месте молодцы начинаем комаровости первый выпуск нового года 2022 серега перед тем как вручить мне телефон с новостями какую-то фигню там сзади наклеил что он имел в виду понятия не имею так что извините мне читать запретили ну ладно смотрите буквально совсем недавно я рассказывал о том как поперли прямо со всех щелей хорошие новости про коронавирус ну в частности воз там заседала и решила что хватит маяться все эти закрытия границ проверки в аэропортах ничего не дают поэтому летите летите да ну собственно я теперь осталось чтобы на этот призыв отреагировали правительство наших стран и таки разрешали вам всем летать ну а вот параллельно просто шикарные новости из великобритании о том что они отменяют большинство коронавирусных ограничений в национальном масштабе поскольку они уже поняли что все эти вот запреты коды и все остальное маски в помещениях транспорте это свежем воздухе принципиально ничего не не менять а у нас коронавирусные новости или что нет у нас не коронавирусные новости нас просто новости но я начал про коронавирус потом будет про другой про секс будет много подожди подожди все то что тебя волнует будет скоро тайну раскрою просто у нас у натальи юрьевны многие годы болела голова и поэтому у нее как бы были большие проблемы в личной жизни перестала и поэтому ей как сейчас и она просто рвется в бой тем не менее в банке решили что у них омикрон на пике все что шевелится уже заболела он попадает везде поэтому нечего в общем охраняться вот сортили вот такие новости это главное так что англия от меня и теперь самое интересное но есть то что тебя волну возможно волнует значит эта связь коронавируса вообще насморка сексом ученые доказали это я знаю про насморка секс я знаю тот у кого сопли тот сверху это просто правило это правило поведения а здесь хорошее исследование почему очень серьезное о том что эффективность со секс в лечении заложенности носа по эффективности соизмерим с сосудосуживающими каплями поэтому если вам дорого сосудосуживающие капли если на них у вас реакция неадекватная используйте сексуальную активность если по обоюдному согласию то значительно значительно дешевле опять-таки что еще хорошо здесь что еще здесь хорошо подождите обоюдное согласие как же цветы конфеты есть согласие обоюдное то секс дешевле сосудосуживающих капель а еще что очень важно это я должен вам ребят подчеркнуть что выводы исследования сделано для гетеросексуальных пар для других возможно тоже эффективно но как бы показать для нас не подходит для вас не подходит у нас все так теперь чудесная новость швеции они анализируют тактику оказания помощи они утверждают при проблемах сердцем при острых при остановке сердца когда необходимо проведения сердечно-легочной реанимации и они отмечают что в среднем после остановки сердца вне больницы выживают менее десяти процентов людей но при этом шансы остаться в живых там реально уменьшаются с каждой минутой на 7-10 процентов но шансы остаться в живых можно резко увеличить если рядом с тем кто проводит реанимационные мероприятия во время окажется дефибриллятор и сейчас они разрабатывают способ доставки дефибриллятора с помощью дрона из пытаются сравнивать скорость которой это сделает дрон или доедет скорая помощь на сегодня они считают что в 12 случаях точнее из 12 обращений в одиннадцати ситуациях дрон позволяет доставить дефибриллятор к месту реанимации и это происходит как правило на полторы две минуты быстрее чем туда доедет машина скорой помощи но по крайней мере тут есть над чем подумать вообще новость интересная а вот жуткая совершенно новость из исландии нам конечно до таких новостей похоже жить и жить мечтать и мечтать но главное сейчас жутчайшая проблема исландии состоит в том что их исландская пенсионная система накопила слишком много денег и они понятия не имеют что сейчас с этими деньгами делать но я в принципе вам скажу что все мои знакомые которые были в исландии у меня много знакомых кто был в исландии никто там не остался потому что когда они там пытаются проанализировать сколько стоит кусочек хлеба отель и все остальное или аренда автомобиля у всех волоса дымом и я никуда не деваются эти деньги так вот оказывается все эти деньги они аккумулируют в пенсионную систему и теперь им просто некуда девать и они так сейчас думают что пенсионный фонд он превышает размер ввп почти вдвое пенсионный фонд понимаете и они сейчас разрабатывают схему как можно вкладывать или инвестировать средства пенсионного фонда в некие активности за пределами исландии что ранее было запрещено законодательством ну в общем дай им бог успеха потрясающий просто я считаю потрясающий лайфхак для тех у кого возникают сложности с засыпанием оказывается одна из главных причин по которым люди не могут заснуть это тогда нам холодные ноги холодные ноги и оказывается если ногу согреть то вероятность того чтобы быстро и тип и спокойно уснете ну в общем то намного повышается конечно любимый человек который возьмет в лапы вашу ногу и подышит на нее наверное у вас быстро усыпит хотя это не факт хотя это не факт говорят опытные люди вот да но тем не менее радикальным способом решить эту проблему просто надеть носки и в общем то серьезные ученые выясняют что даже если в помещении 23 градуса то все равно огромного количества людей ноги остаются холодными но если люди спят будут спать в теплых носках то участники в носках засыпают среднем на семь с половиной минут быстрее чем участники без носков это сколько до спаных часов в год получается кстати также они указывают что общее время сна у людей в носках среднем на 32 минуты дольше чем у тех кто спит без носков за счет чего это получать они не реагируют на будильник я так понимаю в носках то есть они чаще опаздывают на работу ха-ха-ха так американцы вот что придумали к 2024 году то есть совсем немного компания space entertainment enterprise она занимается производством фильмов в частности фильмов столом крузом так вот они планируют открыть студию студию в космосе кстати там них будет прямо вот они на орбите будут строить развлекательную площадку со спортивной ареной с киностудией туда будут летать то есть художники продюсеры креативщики и так далее и в общем там они прямо в невесомости будут создавать прикольный контент ну вот еще раз говорю ожидается что будет завершен проект концу 24 года ну в общем круто полетим снимать комаровости туда дотянем на пару часов потому что наша страна к тому времени тоже что-нибудь запустит пенсионную реформу окончательно ну ладно потрясающая новость из мира вегетарианства как вы знаете вегетарианство ширится становится все модным и модным я даже помню как в одном из выпусков комаровости мы вам рассказывали про специальные веганские презервативы но в общем идет тенденция дальше я даже не думал о том с чем сталкиваются настоящие вегетарианцы оказывается многие вегетарианцы просто не могут работать музыкантами потому что музыкальные инструменты изготавливаются с нарушением строгих правил жизни вегетарианской жизни уважительного отношения живым существам вот в частности смотрите для того чтобы изготовить традиционно скрипку необходим конский волос рога копыта и кости так вот если с трупа брать конский волос ну все равно это же живые существа но в конце когда ты ешь кусок мяса его тоже берут с трупа как это не парадоксально ну как он стал трупом убью его можно было естественная смерть доктор мы питаемся подалью волосы которые для инструмента рога копыта и волосы всего интересен конский волос да ну короче говоря друзья мои суть в том что ирландский скрипичный мастер по фамилии о дули о дули зовут его по дрейк да так вот в качеству и в качестве эксперимента решил отказаться от традиционной технологии сразу с рогами копытами волосами и костями и изготовить скрипку по принципиально новой веганской технологии и он сделал инструменты где нет ни одного компонента животного происхождения значит он использовал груши ягоды родниковую воду и все это обрабатывал каким-то образом паром в общем он получил заказ на такую скрипку видно от какого-то очень несчастного человека вот который просто не мог прижимать к себе скрипку понимая что в ней есть кости рога и копыта в общем короче о дули о дули долго ждал времени ну у него заказ лежал у него долго но все никак не доходили руки до обработки груш паром но очень короче пришел локдаун появилось много времени и короче говоря он сделал такие эту скрипку и она зарегистрирована как первый в мире подобный инструмент о дули делится секретами мастерства говорит о дули ну короче говорит офигенно получилось и стоит эта скрипка всего каких-то там восемь тысяч фунтов так что все нормально а играет также она не знаю хотелось бы конечно послушать сравнить все-таки пригласить экспертов у меня есть много знакомых музыкантов они многие в общем короче кто ребят понимает что-то в звучании скрипок и как теоретически должна звучать веганская скрипка напишите в комментариях нам всем это будет очень очень классная тема меня это я конечно когда читал эту новость я так хихикал эти сложности значит смотрите я много раз рассказывал о том что при первой возможности съехать от мамы и папы надо съезжать от мамы и пап а если вы решили жить с кем-то но с молодым человеком или короче создать пару да то одно из самых важных условий благополучного существования пары это чтобы вы же не жили на одной территории с людьми старшего поколения которые обязательно будут давать советы как вам мириться и вообще как вам жить дальше так вот меня удивило то что правительство испании она приняла совершенно потрясающее решение о том что жители мало обеспеченные жители испании будут получать материальную помощь от правительства чтобы они имели возможность съехать от своих родителей что удивительно для меня что оказалась статистика испанская числа кать этого не ожидал что согласно данным там 2020 года 55 процентов испанцев в возрасте 22 29 лет живут с родителями это типа один из самых высоких показателей европе при этом 29 процентов испанцев моложе 25 лет являются безработными это у них просто нет денег снять жилье а дальше очень интересно мы хихикали так значит пособие будет 250 евро и эти деньги будут получать молодые люди с низким доходом и вот это конечно особенно классно что низким доходом в испании считается менее 24 тысяч 300 евро в год ну то есть в переводе на наши простые деньги то есть чек менее 2000 евро в месяц получает это для жителей украины вообще потрясающая новость эти если вы получаете менее 2000 евро в месяц то вы называетесь человеком с низким заходом доходами вас государство спонсирует но в целом идея просто потрясающим я очень нравится это круто это очень круто так это какой-то бред вот новость о том как-то она во многих я ее видел уже агентство блумберг опять пишет о том что великобритании решили протестировать четырехдневную рабочую неделю и кажется что в процессе вот у нас например недавно вот во время новогодних каникул тут протестировали по моему там четырехмесячную рабочую неделю ну то есть членов очень четырехдневную в месяц а четырехдневный рабочий месяц то есть у нас и такое мы как бы но они считают что переход на четырехдневную неделю беспроигрышный для компаний исследуя показывают что очень это если работать только четыре дня в неделю то это повышает работоспособность и креатив и так далее то ли вообще ребята я много раз вам об этом говорил мы приходим в этот мир не для того чтобы работать понимаете не для того мы приходим этот мир для чтобы любить друг друга отдыхать путешествовать радовать близких ходить в театры смотреть кино играть на компьютерных играх короче говоря ездить на рыбалку и когда вот смысл понимаете поэтому не очень хотелось бы чтоб человечество постепенно переходила к трехдневной рабочей неделе двухдневной главное только чтобы свободное от работы время мы занимались чем-то добрым, хорошим. В общем, радовали друг другу. Они больные на голову, я вам честно говорю. Кто? Да ну эти, я не знаю, что это за фирма. А, это Версачи. Господи. Ну все равно больные на голову. Короче говоря, они считают, что когда вы гуляете с собаками, то как-то не очень красиво лезть в карманы, доставать оттуда мешочек для сбора какашек. Поэтому они сделали специальный мешкодержатель, который обеспечивает легкий доступ к пластиковому пакетику для сбора какашек. И вот этот вот просто волшебного вида, посмотрите на эту невиданную красоту, этот мешкодержатель, можно повесить на шею собаченцы, ну или кошенцы, с кем вы там гуляете, понимаете. И в общем этот комплект, в комплект входит подвеска медуза-медальон, украшенный кристаллами, понимаете, которые можно прикрепить к кошейнику. Ну это потрясающе. Ну вот я не знаю, я наверное бы с ума сошел, но как можно додуматься до того, чтобы вот Версачи сделали мешок на шею собаки для пакетиков для какашек. Ну вообще, ребята, вот креатив, вот это реально креатив. Надо узнать, сколько они дней в неделю работают. Ты хочешь заказать у них или что? Нет, поработать у них хочу. А, я думал. Ну ладно. Опять-таки, смотрите, все начали пахать, эти в космосе построят киностудию. Китай сообщил, что построит искусственную Луну. Луну. А с какой целью? Стимулятор Луны. Вакуумная камера с низкой гравитацией, да. Искусственная Луна. Стимулятор, стимулятор. Стимулятор Луны. Ну извините. Главное, чтобы он помогал от заложенности носа. Ребята, так ржать над пожилым человеком, тем более начальником, может только полностью коллектив, который работает максимум. Четыре дня. Максимум. Ну ладно. Ну перепутал симулятор со стимулятором. Перепутал. Ну бывает. Мне простительно, в конце концов. Так материалы готовятся. А где были стимуляторы Луны? Я тоже не понял. Искусственная Луна диаметром каких-то несчастных 60 сантиметров может имитировать низкую гравитацию или даже невесомость. Понятно? Ну если человек совсем небольшой, то это невесомость. А если толстый, то гравитация. И это важно. Как на Земле подобные эксперименты можно очень сложно проводить. А они смогут. Короче говоря, в стимуляторе, извините. Хотя в стимуляторе тоже может. В общем, в симуляторе установлены магниты, которые создают поле, приподнимающее предметы. То есть это такие стимуляторы. Может, вы вначале не ошиблись. Может быть. Опять, извините, тут опять немножко про коронавирус. В Индии пенсионер, 84 года дядьке, зовут его Брахам Дев, фамилия его Мандал. Мандал. Он, короче, вообще самый здоровый человек на свете. Всю жизнь от всего делает прививки. Но что-то ему показалось, что после вакцинации от коронавируса у него прошли боли в спине и суставах. Ну, после чего он стал ходить, там, со статистикой у них, видимо, плоховато. Он ходил и делал себе прививки. Говорит, от этого у него все проходило. И сделал себе 12 прививок. Ну, и что, у нас тут пацан некий в Харькове, по-моему, 20 прививок сделал. Просто так, под интерес. Ну, в общем, такое все. Врачи считают, что 12 прививок здоровью его не угрожают, но в целом он больной на голову. То есть хуже уже не будет. Так если его лучше остановилось? Значит, ну, короче. Как он мог себя остановить, если все время лучше его? Вот, кстати, про вас всех. Значит, провезли исследование о том, что люди, которые скучают, люди от скуки, знаете, кем становятся? Люди от скуки чаще всего становятся садистами. К таким выводам пришли ученые из Архузского университета в ходе мета-анализа девяти исследований. В общем, короче, от скуки люди начинают проявлять жестокость, биться головами об всякие стенки. Биться головами об стенки, это монтажист. Только своими головами, а чужими. Понятно? Так что данные основывались на самоотчетах добровольцев. Участвовали всего 129 человек, они сдали свои телефоны, чтобы не иметь возможности развлечься. Понятно? То есть, в принципе, получается, что если отобрать у людей телефоны, то от скуки у нас садизм может просто процветать. Как люди раньше жили без телефонов, как же они, блин, скучали, понимаете? И, конечно, похоже, это все делается, опять-таки, кем-то из наших. Это все провоцируется, потому что в Украине, наверное, не все, кто живут в нашей стране, об этом знают. У нас сейчас очень актуальная тема, это легализация медицинской марихуаны. Причем, собственно говоря, никакой проблемы с медицинской марихуаной нет. Медицинская марихуана – это конкретный лекарственный препарат. То есть, эти препараты могут быть в виде сиропа, в виде сигарет электронных. Но в любом случае медицинская марихуана – не есть проблема выписать лекарства. То есть, если есть препарат, в состав которого входит медицинская марихуана, он регистрируется определенным уполномоченным органом страны, который может и должен регистрировать лекарства, после чего врачи могут выписать медицинскую марихуану в ситуациях, когда это показано. Тем не менее, у нас все определенные люди в самой прогрессивной партии на свете, которая имеет большинство в парламенте, судя по всему, они не могут успокоиться, им обязательно надо просто легализовать марихуану. Они говорят, что у нас качественные препараты марихуаны, судя по всему, будут только тогда, когда мы засеем полстраны марихуаной. Ну, они регулярно подают законопроекты и так далее, и так далее. Ну, поэтому у нас очень широко тиражируется любая статья о пользе каннабиса. Ну, вот, в частности, вот у нас есть статья замечательная, исследования новые подтверждают, что соединения каннабиса не позволяют коронавирусу проникнуть в клетки. То есть, если прямо вы все будете в дыму каннабисном с утра до ночи, и не будете еще из дома выходить, вы точно ничем не заразитесь. Короче, вот такая сложная жизнь. Так, Серег, все твои остальные новости просто бесят меня, кроме вот этой замечательной новости про коров, которую я обязательно расскажу, потому что она мне нравится, и на этом мы закончим на сегодня. Так вот. Турецкий фермер купил своим любимым коровам очки виртуальной реальности, и теперь они в процессе жизнедеятельности, вот стоя в вот этой ферме, любуются летними лугами, травой, цветочками. И, в общем-то, выяснилось, что надои увеличились на 22%. Делайте правильные выводы. Это были комаровости. Если у вас есть какие-то новости, сообщайте нам об этом. Мы ими тоже будем делиться. Пишите в комментариях, о чем бы вы хотели поговорить. Не забывайте о Сереге, который, в общем-то, его доходы резко упали, поскольку мы долго не выходили из комаровости. Потому что пить надо меньше в новогодние праздники. Это тоже правильно. В общем, короче говоря, помните про то, что вы можете нас задонатить на Патреон у Сереги Лежбища. Стимулировать. Стимулировать его можно, нужно. В общем, нам всем будет с вами веселее. Будем надеяться на новые, хорошие, позитивные комаровости. Вы знаете, я вообще, насмотревшись новостей по телевизору, впадаю в депрессию. И я вообще ближе к Новому году понял, что главное, чего я нам всем желаю, и в этом году, и во всех последующих, самое главное, хороших новостей по телевизору. Надеемся, комаровости будут именно такими новостями. Будьте с нами. Всех пока. Всех люблю. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok А какой у вас негатив вызвала новость про, о том, что у берегов Антарктиды обнаружили крупнейшее в мире нерестилище рыб? Я вообще, когда зимой... Это зависть, Серега, зависть. Слушай, про рыбу? Я вообще хочу на рыбалку. Я соскучился, а рыбалка со льда меня не очень... Ну, как бы я люблю и так, но мне это не заводит. И я хочу в Антарктиду, но пролив Дрейка вызывает во мне смешанные чувства. Я боюсь, что я буду... Вы на Калиманджаро хотите? Я боюсь, что я буду много срыгивать. Что ты тут написал? Ты что, дикий? Флагман 19-го года. Позорище. Ну да, так и есть. Всем пока. Пока, ребята.